«Богатый папа», «Бедный папа» – эта книга стала невероятно популярной. В ней есть, конечно, здравое зерно. И действительно, люди, у которых ограниченный набор средств, думают не так, как думают люди, которые оперируют большими финансовыми суммами, занимаются бизнесом, используют труд других людей, технологии и так далее. Это разное мышление. Но здесь есть подвох. Потому что сначала, если вы не родились у богатого папы, который вам дал кучу денег, и вы превращаетесь в мажора, вы в любом случае проходите путь становления собственного профессионализма, знаний в определенной сфере и мышления. И дальше мышление наше позволяет нам более объемно смотреть на задачи, которые вы решаете. И человек состоятельный, который заработал деньги, он просто более объемно смотрел на то, что он делал. Потому что что такое в объеме? Ты думаешь про людей, которые в чем-то нуждаются, ты им что-то для них можешь создать, что им будет полезно. Ты понимаешь, что любое зарабатывание денег – это технологический процесс, который состоит из этапов. И каждый этап имеет смысл. Ты понимаешь, что деньги – это не то, что ты сейчас заработал, а деньги – это то, во что ты целишься. То есть это та будущая прибыль, которую ты можешь получить. Потому что это действительно немножко другое сознание. Но это сознание не может родиться на отсутствие профессионального фундамента, на отсутствие того, что ты делаешь что-то, что представляет для других людей ценность. Да, можно сразу пойти в менеджера и начать все управлять, но это менеджерить можно чем угодно. Вопрос в том, что создает ли этот твой менеджмент новые проекты, новую стоимость, новую ценность и так далее. Если из этой точки зрения сходить, то мышление наше – это не про деньги. Как только начинаем думать про деньги, мы сразу мельчим. Мелочность приводит к ошибкам. Ошибки не позволяют зарабатывать. Но для того, чтобы в объеме мыслить, нужно же в этот объем войти, его нужно ощупать. А как вы его ощупаете, если вы ничего не делаете? И самые успешные люди, они начинали с того, что они что-то делали. И дальше увеличивали свой взгляд на это. Смотрели на это более объемно и делали что-то большее. Потом снова смотрели еще объемнее, делали еще большее. Так что кому там с папами везет, не везет, не знаю. А мышление – это то, что мы можем в себе развивать. Системное ведение, понимание, взаимодействие элементов сложных систем. И это само по себе удивительно интересная штука. И деньги тогда прикладываются к этому. Но уже как следствие этого вашего мышления. А так купил, продал, что-то вот это все посуетился. Здесь купил подороже, продал подешевле. Ну, тоже как бы способ существования. Но нет в нем красоты. Понимаете, в чем дело? А нет красоты, не будет больших свершений.